Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Температура, боли в животе в сочетании с тошнотой, диареей и метеоризмом у детей могут быть симптомами нескольких заболеваний, но скорее всего это ротовирус. Впервые ротовирус был описан в 1973 году. Существует несколько основных разновидностей ротовируса, но более 90% всех случаев болезни приходится на ротовирус А. Почти каждый ребенок в возрасте до 5 лет переносит ротовирусную инфекцию хотя бы один раз в жизни. По последним данным, только среди детей до 5 лет каждый год во всем мире происходит до 258 миллионов случаев заболеваний, вызванных ротовирусом. Их 128 тысяч закончились смертельным исходом. Так как сделать, чтобы твой ребенок не заболел? Об этом мы поговорим с врачом-педиатром-неонатологом Назилией Гусейновой. Здравствуйте, Назилия Ханум. Здравствуйте. Скоро лето и пандемия тоже продолжается. Чем болеют детки в этот период? Вот сейчас весенний, летний период. В основном дети болеют ОРВИ, то есть простудными заболеваниями. Вторая приходится на ротовирусную инфекцию. И симптомы, которые похожи и на простудные заболевания, и на ротовирусные, и на сейчас пандемию коронавируса, это аллергические формы заболевания. И ротовирус, он относится также к ОРВИ, потому что тоже ротовирус, это РНК-содержащий вирус, как бы ротовирусную инфекцию называют болезнью грязных рук. Как правило, маленькие дети сейчас больше будут на открытом воздухе, на море будут ездить, поэтому они больше подвержены заболеванию ротовирусной инфекцией. Многие дети грызут ногти, сосут пальцы, это тоже может быть связано. Также сам человек, то есть взрослые люди, тоже могут быть переносчиками этой ротовирусной инфекции. Потом, если родители, то есть мамы, плохо проводят термическую обработку и фруктов, и овощей, это тоже может быть переносчиками ротовирусной инфекции. Вода также. Многие дети, многие мамы думают, что они делают правильно, что дают родниковую воду. А там тоже содержится РНК-содержащий вирус, который приводит к развитию ротовирусной инфекции. Вы отметили насчёт моря, что морская вода тоже может быть каким-то моментом... Да, морская вода такая же, как и родниковая вода. То есть ребёнок может просто проглотить воду? И не только вода. Например, многие дети, они же водятся в песке, это тоже как бы может быть переносчиком... Сам песок может быть также переносчиком ротовирусной инфекции. Грипп, ротовирусная инфекция и коронавирус, они все похожи, как вы только что отметили. Так, что думать родителям? Вот если ребёнок температурит, что им нужно делать? Как отличить эти болезни? Сама мама знает, в каком состоянии организм у ребёнка. Некоторые мамы знают, что он аллергичный. Некоторые родились, например, недоношенным. У них есть какие-то либо сопутствующие заболевания. Те дети, например, с врождёнными иммунодефицитами, недоношенные дети, у которых в анамнезе есть родители, которые болеют аллергическими заболеваниями, они более подвержены риску заболеть либо простудными заболеваниями, либо этой ротовирусной инфекцией. То есть вся проблема в морбидном фоне. То есть в каком состоянии находится иммунная система организма. Как мы знаем, иммунитет – это защитный барьер, который предотвращает нас от развития многих заболеваний. Будь то бактерии, будь то вирусы, будь то паразиты. Иммунитет у нас двух видов. То есть врождённый и приобретённый. Врождённый иммунитет приобретает ребёнок от матери, то есть с грудным молоком в основном. У этого иммунитета нет памяти. Приобретённый иммунитет вырабатывается нами, если ребёнок уже начиная после шести месяцев жизни более подвержен вирусным заболеваниям и вакцинирует на ребёнок. То есть у них вырабатывается иммунный ответ и иммунная память, которая предотвращает в дальнейшем от развития многих заболеваний, будь то простудные, вирусные заболевания или бактериальные. Поэтому каждая мама уже сама должна знать с рождения, в каком состоянии находится иммунная система организма. Поэтому я думаю, что мать уже должна быть готова к тому, что её ребёнок после шести месяцев уже начинает болеть. До шести месяцев ребёнок, он у нас как бы как по менталитету, мало выводит ребёнка на открытый воздух, меньше бывает в контакте с другими людьми. Поэтому после шести месяцев уже, когда ребёнок начинает ходить, уже больше вводит в парки, с трёх лет уже начинает водить в детские сады, это уже как бы ребёнок бывает больше в контакте, и мама уже выводит их, как она думает, из стерильных условий. И сам ребёнок уже, когда рождается, уже не в утробе матери, первый вдох уже как бы он проглатывает воздух, и поэтому все бактерии, которые находятся в воздухе, первый крик даже ребёнка, это период обсеменения организма бактериями. Поэтому каждая мама уже должна быть готова и никогда не паниковать, если ребёнок её часто болеет. Тот ребёнок, который уже выводится в свет, уже начинает ходить в детские сады, уже как бы он начинает часто болеть. Даже в год он может болеть 10 раз и больше, в месяц может даже 2 раза заболеть. Это не повод для того, чтобы паниковать. Если мама будет соблюдать те условия, чтобы предотвратить ребёнка от развития всех этих вирусных инфекций, во-первых, надо быть больше на свежем воздухе, тем более сейчас лето, должны более выводить детей в парке, не бояться того, чтобы ребёнок заболеет, будет в контакте, и не должны бояться коронавируса. Наоборот, чем больше будет ребёнок на свежем воздухе, тем лучше ему будет вырабатывать иммунитет. Второе для него не то, чтобы заболеть, а второе то, что психологически он будет более коммуникабельным. Это более и нервная система, и психологическая система тоже влияет на иммунную систему организма. Поэтому, как я сказала, любая мать должна проводить профилактические мероприятия, чтобы не дать ребёнку заболеть. Ребёнок может заболеть, но если у него иммунная система будет сформирована, тогда меньше будет и осложнений заболевания, и среди детей малого возраста жизни приводить к летальным исходам. Ну, тут ещё один момент. После того, как мы уже год живём в период пандемии, пандемия продолжается, мы уже даже не знаем, когда она закончится, очень многие мамы отказались от садиков в пользу, скажем так, домоседства, что ли, потому что они побоялись, что ребёнок будет часто болеть, как раз-таки болеть коронавирусом. Если ребёнок ходит в садик и часто болеет, это хорошо для его иммунитета или плохо? У каждого есть своё мнение, у каждого педиатра есть своё мнение по этому поводу. У меня такое мнение, что чем больше ребёнок будет в контакте с другими детьми, это, как я до этого сказала, психологически он будет готов, у него организм будет готов, чтобы, если заразиться, то при частом заболевании вырабатывается в дальнейшем сенсибилизация организма, то есть иммунный ответ будет более выраженным. Поэтому ребёнок, если часто болеет, это не значит, что иммунитет у него слабый. Если вырабатывается более выраженный иммунный ответ, то это предотвращает организм, чтобы при дальнейшем болезни осложнение этого заболевания будет меньше у ребёнка. Моё мнение, что лучше, пускай будут в контакте с другими детьми, это отражается и как на иммунной системе, и психологически более положительно. Если говорить о ротовирусной инфекции, то как ребёнок может заразиться ротовирусной инфекцией? Только вода, песок, немытые фрукты, овощи? Или от ребёнка к ребёнку тоже может перейти вирус? Да, да, сам человек тоже может быть переносчиком. Это взрослый человек. Потом многие дети летом ходят в зоопарки. Бывает, если в парках, тогда уже сами вот эти животные, птицы также могут быть переносчиками этой инфекции. Не только сам... Ротовирусная инфекция саму называет болезнью грязных рук. Но не только вот эти грязные руки и термически неправильно обработанные фрукты, овощи могут вызвать ротовирусную инфекцию. Сам человек, сами как бы птицы, животные также могут вызвать эту инфекцию. А какие виды существуют? Вот мы отметили, что 90% ротовирусных инфекций – это инфекция вида А. Но а какие ещё существуют? Вообще, как вам сказать, сам ротовирус относится к вирусам ОРВИ, то есть остро-респираторной вирусной инфекции. Одним, как бы... Не важно, какой вирус, ротовирусный вирус вызывает это заболевание. Важно то, что все ротовирусные заболевания, они, как бы... У них одинаковая симптоматика. Это, как бы... В основном, что у детей бывает? Это высокая температура. Начинаются все инфекции, ротовирусные инфекции, с общего недомогания организма ребёнка. Ребёнок, он бывает апатичный, вялый, много спит, отказывается от пищи, от еды. Бывают какие-то... В дальнейшем может присоединиться, как бы... Тошнота, рвота, диарея бывает. Потом самый такой, как бы, тяжёлый случай, это когда бывает температура. Но не всегда ротовирусная инфекция приводит к летальным исходам. Самый главный признак, чтобы не было, как бы, осложнения со стороны этого заболевания, это не было обезвоживание организма. То есть из-за того, что у ребёнка бывает рвота и диарея... Диарея, это бывает дегидратация. Чтобы предотвратить это, ну, специфического лечения природовирусной инфекции нет. В основном, симптоматическое лечение. Если тошнота, лекарство от тошноты. Если, как бы, понос, то лекарство от поноса. Самое главное, чтобы, если будет необходимо, чтобы было восполнение организма. А чтобы было восполнение, мама должна соблюдать, как бы, диету у ребёнка. Ротовирусная инфекция болеет в основном... Все знают, да, что болеют в основном дети младшего возраста. Поэтому не все дети хорошо пьют. Не все дети соблюдают диету. У каждого ребёнка, как бы, в данном возрасте есть, как бы, возраст 3-4 лет. Ребёнок, как бы, период нехочухи. Это не хочу, то не хочу. Они ничего не хотят, ничего не хотят кушать. Поэтому, тем более, если им не давать сладости, если их, как бы, поставить на диету, то есть, что должна, как бы, давать мать, чтобы, как бы, предотвратить симптоматику ротовирусной инфекции. Во-первых, должна больше давать бульона. В основном, куриный бульон, рисовые отвары. Потом сладкие компоты, категорически запрещено. Можно давать чай, но подслащённый чай. Потом, в основном, ребёнок должен питаться, сбалансированным питанием должно быть. Из фруктов банан или груши. Потом из, как бы, хлеб не надо давать, потому что хлеб наиболее часто подвергает организм к ображению. А это более усугубляет поражение. Метеоризм, может быть. Да, да, метеоризм. И это, если бывает метеоризм, дети склонны к срыгиваниям и к рвоте. Многие мамы, как бы, дают, чтобы восполнить потерю организма, при потере жидкости бывают потери калия и натрия. А это при потере калия и натрия действует на сердечно-сосудистую систему. Некоторые дети бывают подвержены тихикардии. То есть у них при лихорадке могут быть ухудшения состояния. Некоторые дети, если у них есть склонность к судорогам, то есть это может быть вызвано на фоне ротовирусной инфекции, бывают температуры. Это может вызвать фибрильные судороги, если у детей бывает склонность к этому. Поэтому, если мамы будут соблюдать все меры по предотвращению симптоматики ротовирусной инфекции, это может снизить риск как летального исхода в основном и госпитализация природы вирусной инфекции. А какую температуру нужно сбивать, а какую вы не советуете? В основном у детей, если мамы обращаются ко мне, к нам, к педиатрам, с температурой, я всегда... Они думают, что если сразу давать антибиотик, то температура снизится. Это не так. Если бывает вирусная теология, температура может держаться до 7 дней, 14 дней. Мама сама знает, что если у ребенка есть сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, заболевания врожденной иммунедефицита организма, например, муковицидоз, есть фибрильные судороги в анамнезе, то есть в сами фибрильные судороги, они как бы до 3-5 лет проходят. Но до этого даже у ребенка, у меня был случай, ребенок с 37,5 температуры дал фибрильные судороги. Это уже было как бы показание госпитализации. Если ребенок, он не в группе риска, как до этого, что я перечислила, 38 и 38,5 можно не сбивать. Если как бы при сбивании температуры есть два вида сбивания температуры. Это физическое и медикаментозное. Как бы если 37,5-38, мама уже в панике и говорит, что вот ребенок горит, хотя это не очень страшно. Некоторые дети даже, например, я приведу в пример моего сына, 40-41 градус температуры он нормально переносит. Некоторые дети плохо переносят, некоторые дети становятся апатичными. Есть два вида. Как бы лихорадки при температуре. Первая лихорадка – это белая лихорадка, вторая – это красная лихорадка. Если красная лихорадка, ребенок как бы, он покрасный бывает, покрасневший, он наоборот бывает взбудораженный. Этого не стоит бояться. Достаточно бывает принять легкий прохладный душ, чтобы были обмочить магистральные сосуды. Магистральные сосуды – это где бывает? За ушами, в паховой области, подколенной области. Если помогает, то это сбивает температуру. Если уже мама видит, что температура уже поднимается 39 и выше, тогда уже можно давать жиропонижающие средства. Будь то понадол, будь то норофен и так далее. Если самое грозное, если будет белая лихорадка. При белой лихорадке ребенок наоборот становится апатичным, у него бывают холодные и влажные конечности, тогда уже матери стоит беспокоиться, если необходимо. Как бы у детей могут быть литаргии. Литаргия – то есть сонливое состояние. Если это как бы со такой состоянием присутствует, тогда уже лучше госпитализировать ребенка в данных условиях. А как часто госпитализировать детей? При любой инфекции госпитализация, если бывает дегидратация организма, она приводит к коксикозу. То есть ребенок может как бы впасть в кому, литаргическую кому, поэтому, чтобы это предотвратить, все мамы должны быть готовы к этому. Тогда уже при госпитализации, уже в госпитальных условиях, там уже бывают внутривенные инъекции, которые предотвращают развитие дегидратации организма ребенка. А можно сделать так, чтобы ребенок просто не заболел ротовирусной инфекцией? Существует ли какая-то профилактика, кроме того, чтобы мыть руки? Может, вакцина какая-то? Да, да. Есть два вида специфического и не специфическая профилактика. Неспецифическая профилактика, это зависит от взрослых. То есть они должны, во-первых, мамы, должны правильно термически обрабатывать фрукты и овощи. И также у каждого ребенка, каждая мать или каждый родитель, когда воспитывает ребенка, они должны приучать ребенка правила личной гигиены. То есть пришли с улицы, должны помыть руки, прежде чем идти к столу. Или даже просто, если подойти к игрушкам, или пойти играться с чем-то, они должны приучить ребенка правилам личной гигиены. А вторая, это специфическая профилактика. Это вакцина. Как бы живая, но она инактивирована вакциной. То же самое, что и синовак от коронавируса взрослых. Да, синовак от коронавируса это инъекция. А при ротовирусной инфекции это капли. Капли в ротик. Две дозы существуют при ротовирусной инфекции. Первая доза, она должна быть не ранее 6-недельного, не позже 12-недельного возраста. А вторая доза вакцины не позже, чем 16-недельного возраста ребенка. Если сделать эту вакцину, то она защищает ребенка до 3-5 лет. Это не значит, что потом, в дальнейшем, он не будет болеть. Даже взрослые болеют, но ввиду особенностей иммунной системы и психологической настроенности организма, дети по-другому переносят ротовирусную инфекцию, чем взрослые. Тут еще один вопрос. Например, когда нас вакцинировали от коронавируса, нам объяснили, что мы можем теоретически заболеть, потому что вакцина дает 95%, иногда 97% защиты. Вот те 3% могут заболеть, но в любом случае они перенесут легко. Что с вакцинами ротовирусной инфекции? Этот ребенок заболеет до 3-5 лет, или он заболеет и перенесет легко, или не заболеет вообще? Он может заболеть, но симптомы, когда мы вводим вакцину, на введение этой вакцины вырабатывается, это как аллергическая реакция, то есть вырабатываются интерфероны, антитела, которые в дальнейшем вызывают защиту организма от повторного заболевания. При ротовирусной инфекции, как же при коронавирусной инфекции, ребенок может заболеть, но перенесет более легко. То есть некоторые симптомы, они менее могут быть выражены, и период течения болезни, он бывает более короткий, чем у непривитого ребенка. А если сравнить, у непривитого ребенка это сколько дней, а у привитого сколько дней? Например, у привитого ребенка может длиться от 3 до 5 дней, максимум 7 дней, а у непривитого около 14 дней может длиться. То есть 14 дней ребенок температурит? Нет, температура может быть в начале, но потом уже, если не будет присоединения бактериальной инфекции, тогда уже постепенно температура будет снижаться до субфибрильных цифр, то есть субфибрильные цифры от 38 до 38 градусов, 37,5-37,6, потом уже пойдет на нет, пойдет на спад. И также симптоматически, будь то тошнота, рвута, если раньше природа вирусной инфекции, в начале заболевания, она была, например, понос был до 10 раз в сутки, он может часто, как бы будет постепенно снижаться, до 3-5 раз. И если раньше стул был жидкий, он будет более уже сформированный. И сорвуты также, как бы кратность в течение дня будет уменьшаться. Ну вот дети иногда болеют очень легко, переносят какую-то болезнь, а иногда очень тяжело болеют. Какие последствия могут быть от тяжелого стечения ротовирусной инфекции? Последствия это, как бы бывает, дегидратация организма, то есть терять жидкость. Это влияет и как на желудочно-кишечный тракт, и на сердечно-сосудистую систему. Вплоть были дети, которые вплоть было до летального исхода. То есть был эксикоз, теряют жидкость, теряют микроэлементы. Уже как бы сердце не выдерживает, то есть натрий-калевый насос плохо начинает работать, действовать. Уже дети потом уже... Тем более, если ребенок имеет морбидный фон, более отрицательный, то есть если он недоношенный. В основном, если дети недоношенные, и до 6 месяцев у них бывает ротовирусная инфекция, в основном эти дети, которые находятся, также бывают на искусственном скармливании, будь то вплоть вот эта вода. Если плохо термически обработанная вода, и смеси уже, как вы знаете, что они легко как бы растворяются в воде, у каждой смеси есть сам период температуры разведения. Если неправильно будет температура разведения, ребенок, если заболеет, тем более у него недостаточно сформированный иммунный ответ организма, тогда это может привести к летальным исходам. Очень много вирусов, инфекций, но не будем забывать о коронавирусе. Поэтому интересно, какая отличительная черта у коронавируса и у ротовирусной инфекции? Когда нужно вызывать скорую помощь, бригаду, чтобы взяли ПЦР-тест у ребенка? При коронавирусной инфекции у детей, у детей зависит от возраста. Например, если ребенок до 3-5 лет, до подросткового возраста, у них как бы может протекать и бессимптомно. То есть ребенок, как и многие взрослые, переносит на ногах. То есть 1-2 дня бывает, если он не был в контакте, если в семье нет больных коронавирусом. Просто ребенок пошел, поигрался в парке, или как бы побывал в садике. Кто-то коронавирусный мимо пошел. Не, мимо не пройдет. Просто если он был другими детями в контакте, у которых в семье есть заболевшие или они были в контакте с коронавирусами. Ребенок, если не говорит, он бывает вялый, апатичный, плохо начинает есть. А если взрослый, то он говорит, что... Более взрослый ребенок, говорящий ребенок, говорит, что у меня болит голова, как бы отказывается от пищи, тогда уже мама, если раньше, до периода пандемии, она может думать, что это просто банальная простуда. И если температуры нету, тогда уже, или даже если субфибрильная температура, но до пандемии, она может думать, что это период банальной простуды. Сейчас уже в период пандемии она должна как бы задумываться, если температура у ребенка бывает 37, 37,1-37,2, тогда уже, и даже в данном случае, тест вставать не следует. Потому что, как бы, при изнаке инкубационный период, при ротовирусной инфекции, он тоже бывает от 3 до 5 дней. На пятый день, даже через неделю, на 14 дней после ВКонтакте, начинается первая симптоматика. В тяжелых случаях, если у ребенка температура уже длится более недели, если уже присоединяется кашель, удушье, одышка, тогда уже надо вызвать бригаду для взятия пациентов. Ну, давайте не будем забывать о гриппе. Когда вот только пандемия началась, очень многие люди, которые не верили в коронавирус, они начали приводить примеры, сколько людей умирают за год от гриппа. И тогда уже было понятно, что это все-таки серьезные цифры, на которые мы до пандемии почему-то не обращали внимания. Почему грипп опасен и для детей тоже? Почему его надо все-таки долечить до конца? Если вот при любой вирусной инфекции, грипп, ОРЗ, ОРВИ, как бы он лечится симптоматически. Мы знаем, что любая вирусная инфекция, она длится более большой период времени, чем бактериальная инфекция. Вирусная инфекция, она дает осложнение. Осложнение дается в виде наслоения бактерий, то есть присоединяется бактериальный фон. Тогда уже, если присоединяется бактериальная инфекция, то уже нарастает, как бы мы при вирусной инфекции, на третий-четвертый день, если как бы длится температура, мы берем анализы крови. Циреактивный белок и общий анализ крови. Если там имеются какие-то изменения, повышение циреактивного белка, ликоцитоз, изменения со стороны нейтрофилов, если вирусная теология, там лимфоциты бывают повышены при общей анализе, если бактериальные, то нейтрофилы, и лейкоциты также бывают повышены. Это также, как я до этого говорила, зависит от возраста организма. Если достаточно выраженный иммуноответ, бывает повышение количества нейтрофилов, лейкоцитов, циреактивного белка, тогда уже мы видим, что присоединяются к бактериальной инфекции. Тогда уже цель у нас другая. То есть можем начать антибактериальную терапию. Если этого нет, тогда уже симптоматически мы лечим грипп. Если изменения стороны крови уже нормальные, то тогда уже это нет повода для беспокойства. Мы знаем, что сама вирусная инфекция симптоматически через 7 дней до 14 дня можно уже считать организм вызревшим после этой инфекции. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечала врач-педиатр-неанатолог Назилия Гусейнова. Не болейте.